Привет! Вы на канале Гора зовут, и я должен идти. Меня зовут Женя. Это рубрика «Триатлон с офисного дивана». И сегодня будем говорить о тренировках на велосипедном станке. Наконец-то этот момент настал. Я начал тренировки на велосипедном станке. Зачем вообще нужен велосипедный станок? Ответ достаточно очевидный, но поговорить мы об этом обязаны. Все просто. В межсезонье, ну если вы, конечно, живете в России, очень тяжело делать тренировки на улице. И поэтому для улучшения или поддержания формы нам необходимо тренироваться дома на велосипедном станке. Себе я купил станок BITWIN INRIDE 500. После того, как весной в начале пандемии все станки были раскуплены, дешевых не осталось, а скидок и акций ждать не приходится, я отмел все мысли о смарт-станке и выбирал между BITWIN INRIDE 500 и BITWIN INRIDE 100. Почему я в итоге выбрал 500-ку? Ключевым фактором стала максимальная мощность. У INRIDE 100 она составляет всего 550 Вт, в то время как у INRIDE 500 она составляет аж 1500 Вт. Я попробовал сотку в деле, и на максимальном сопротивлении было ощущение, что станок мне впритык. То есть, если я буду стабильно тренироваться и покрессировать, я быстро из него вырасту. Поэтому станок INRIDE 100 я могу посоветовать либо начинающим велосипедистам, либо людям, которые просто хотят поддерживать себя в форме в межсезонье. Если вы планируете активно тренироваться и прогрессировать, лучше взять станок с запасом по мощности. Второе преимущество INRIDE 500 в том, что станок гидравлический. Это значит, что у него нету никаких дополнительных тросиков и переключателей для изменения сопротивления. То есть, для изменения сопротивления во время тренировки достаточно использовать дуалы. Это все субъективно, но такой вариант лично мне нравится больше. Что же еще нужно для тренировок помимо велостанка? Во-первых, это подставка под переднее колесо. Она делает так, чтобы велосипед стоял горизонтально и вам было удобно тренироваться. Во-вторых, необходим потуловитель. Во время домашних тренировок на станке вы гарантированно будете потеть так, как никогда в жизни. И чтобы пот не навредил раме или другим компонентам велосипеда, необходим потуловитель. Ну и в-третьих, нужна тренировочная покрышка. Так как если вы будете тренироваться на обычной дорожной резине, есть вероятность испортить и резину, и сам станок. С моим тренировочным колесом произошла целая эпопея. Я несколько часов не мог натянуть покрышку на обод. Мои лопаточки просто гнулись. Я тратил время, силы, нервы. Я порвал одну камеру и по итогу понял, что мне проще отвезти колесо в мастерскую, чтобы там его собрали. И я через несколько минут получил готовое колесо. Если интересно, вот тут сейчас будет подсказка. Там можно посмотреть видео о том, как легко и просто собрать тренировочное колесо для велостанка. Кстати, в комментариях к тому видео был вопрос о шуме станка. Да, станок немного жужжит, но жужжит он не сильнее, чем трансмиссия велосипеда. Из личного опыта я могу сравнить только два станка. Магнитный InRite 100 и гидравлический InRite 500. Из этих двух станков InRite 500 гораздо тише. Каковы мои первые впечатления о тренировках на станке? Если вы серьезно намерены поддерживать или улучшать форму в межсезонье, велостанок вещь незаменимая. За прошлую неделю я сделал две получасовые тренировки и должен сказать, что выложился на них изрядно. Перед тренировкой ты ожидаешь, что будешь выглядеть как эпичный спортсмен. Ну, типа вот такого. Но реальность обманчивая. И на самом деле, страдая и обливаясь потом, вы будете выглядеть вот так. На данный момент это весь мой опыт в покупке станка и все впечатления от первых тренировок. Давайте коротко подведем итоги прошлой тренировочной недели и будем закругляться. Прошлая неделя получилась практически эталонной. К сожалению, сейчас у меня нет доступа к результатам тренировок, поэтому будем просто ставить по факту наличия зачета или не зачет. И на прошлой неделе получилось 6 тренировочных дней из 7. К сожалению, вчера вечером был сильный дождик, и у меня не получилось сделать беговую тренировку. Я приехал с работы, сел возле окна и грустно до 11 часов вечера пялился в него в надежде на то, что погода успокоится, жалится, ливень сменится хотя бы на легкий миросещий дождик, и я смогу сделать беговую тренировку. Но судьба была ко мне неблагослонна, погода не наладилась. Будем считать, что это был день отдыха, который мне рекомендовали все-таки сделать и не тренироваться 7 дней в неделю. На этом на сегодня все. Если остались вопросы по велостонкам, welcome в комментарии. В следующем видео поговорим о первых беговых кроссовках. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайкосы. Это была рубрика «Триатлон с офисного дивана». До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»